В эфире ЛРТ программа «Итоги недели» в студии Наталья Кратович. Здравствуйте! Коротко о главных событиях прошедших дней. Газоветти полностью опландировали водные задвижки и котельная прекратила подачу горячего водоснабжения. Без тепла могли остаться почти 400 человек в Краскове. Проблема подачи горячей воды решена. Это самые крупные по мощности детский сад в городском округе Люберцы. На пороге открытие. Новый детский сад на 360 человек распахнет двери для юных люберчан. На площадке должны быть обязательно горка и качели. Детям виднее. Новую детскую площадку открыли в Октябрьском. Как оценили ее юные жители? Проверил лично глава округа. Заказывали такси и нападали на водителя. Полицейские задержали злоумышленников. Сейчас подозреваемые заключены под стражу. Это очень социальная, очень жизнерадостная собака. Она просто обожает внимание, ласку. Собака бывает бездомной. В центральный парк округа съехались собаки из приютов, чтобы обрести своего хозяина и дом. Сейчас об этих и других новостях подробнее. Более 73 тысяч человек приняли участие в праздновании Дня города и городского округа Люберцы. Эту и другие темы обсудили руководители структурных подразделений и органов администрации на еженедельном оперативном совещании. Что еще произошло в округе на минувшей неделе, узнаем из сюжета. В этом году, я оцениваю, это прошло достаточно на хорошем таком организационном уровне. Все постарались. Было целый ряд таких новшеств. Там, где есть подход такой профессиональный, вдумчивый, всегда есть результат. За это всем огромное спасибо. В начале совещания Владимир Ружицкий поблагодарил всех, кто организовал День рождения округа. В празднованиях поучаствовали свыше 73 тысяч человек. Их безопасность в усиленном режиме охраняли сотрудники полиции. В целом, минувшая неделя у правоохранителей прошла без резонансных случаев. 2000 обращений граждан. По данному обращению возбуждено 25 уголовных дел. Из них 21 раскрыто по горячим следам. Также было 180 ДТП, 4 с пострадавшими. 48 выездов по сигналу тревоги и тушения четырех пожаров. Такой выдалась неделя у люберецких огнеборцев. Три пожара произошли на автомобильном транспорте и один в производственном здании у Кристалл Косметик. В результате пожаров пострадавших нет. Один раз оказывали помощь соседям, коллегам с Раменского района. На прошлой неделе в округе было одно отключение электроснабжения. Возобновили его работу в кратчайшие сроки. Программа по ремонту подъездов на этот год выполнена в полном объеме. Кроме того, округ на финальной стадии подготовки к зиме. Готовность к отопительному сезону составляет 95%. Полностью сданы все паспорта МКД. Из 82 котельных 72 подготовлены. Из 30 ВЗУ 29 подготовлено. Из 35 КНС 33 подготовлено. Зазбас резервного топлива сформирован в полном объеме. Пробный пуск тепла в Люберецком округе пройдет 15 сентября. Анна Троян, Валерий Абсалямов и Александр Моисеев. Телеканал ЛРТ. Подачу горячей воды возобновили в многоэтажке Красково. Сейчас ведется работа с собственником котельной по дальнейшему теплоснабжению дома. Это стало известно на совещании в администрации, которое провел Владимир Ружицкий. Ситуация сложилась какая. 14 августа Межрегионгаз выставал нам представление о том, что управляющая компания не оплачивает долги перед «Оптималстрой». «Оптималстрой» не оплачивает долги перед ресурсниками. Общий долг, незначительная сумма – это 250 тысяч рублей. На основании этого газовики полностью опландировали водные задвижки и котельная прекратила подачу горячего водоснабжения. В следствии этого 235 квартир многоэтажного дома остались без горячей воды. Чтобы в осенние холода 377 жителей Лорха-10 были в тепле, администрация округа совместно с Люберецкой теплосетью провела ряд технических мероприятий по восстановлению водоснабжения. Накануне от котельной на Лорха-15 в дом пошла горячая вода. На совещании решили продолжить эту практику. «Проработать вопрос аренды данной котельной крайний срок, хотя бы этот отопительный сезон, 2019-2020 год, для того, чтобы они могли планово в 2020 году в инвест-программу заложить реконструкцию котельной на Лорха-15 для, скажем так, обеспечения всех нормативных параметров». В отопительный период дом должен войти с теплом и горячей водой. Такую задачу в завершении совещания поставил глава округа. Анна Троян, Валерий Абсалямов и Александр Моисеев. Телеканал ЛРТ. В округе продолжается ремонт многоквартирных домов. Запланировано привести в порядок 126 МКД. Работы в разгаре. Прямо сейчас муляры добавляют красок к фасаду дома на Октябрьском проспекте. Здание 1962 года постройки давно требовало ремонта. Работы по восстановлению кровли и фундамента уже завершены. Рабочие взялись за кисти и шпатели. Дом заиграет розовыми оттенками. На сегодня капитально отремонтировано 29 многоквартирных домов. Чуть меньше ста все еще приводят в порядок. «У нас есть генеральный подрядчик, это ЛГЖТ. Все, что связано с кровлями, все, что связано с теплом, эти работы завершить до 1 октября. И мы эти вопросы, у нас стоят они на контроле. И думаю, что мы с этим задачей справимся». На позднюю осень оставят работы, которые можно выполнить в холодное время года. Ремонт всех МКД полностью завершат до декабря. Очередное заседание Совета депутатов прошло в администрации городского округа Люберцы. На повестке дня у народных избранников стояло 4 вопроса. Так, депутаты единогласно проголосовали за внесение изменений в бюджет округа на текущий год. Они связаны с поправками в законе Московской области. Также народные избранники рассмотрели поправки в порядке обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан. «А именно, уточнен срок заключения договора специализированного жилого помещения в течение с 5 рабочих дней на 15 рабочих дней, а также непосредственно предусмотрена дополнительная возможность продлять договор специализированного жилого помещения. Ранее был один год, сейчас непосредственно на усмотрение Министерства образования Московской области». В завершении совещания народных избранников пригласили активно поучаствовать в областной экологической акции «Наш лес – посади свое дерево», которое пройдет на территории округа 21 сентября. Дороги округа становятся ровнее, коммунальные службы трудятся над латанием ям. Асфальтовые заплатки появляются не только на улицах с оживленным движением, но и во дворах. На этот раз спецтехника задержалась во дворе на улице воинов-интернационалистов. Около получаса ушло на ликвидацию нескольких ям, а за прошедшее лето удалось устранить около 500. Их общая площадь составила 2500 квадратных метров. Об участках, которые нуждаются в ремонте, жители округа сообщают через портал «Добродел» в категории «Ямы на дорогах». В администрации призывают люберчан быть активнее и своевременно сообщать о дефектах. Сказочный замок для сказочных игр. В поселке Октябрьский построили новую детскую площадку. Двор на улице «60 лет победы» обновили благодаря губернаторской программе «Наше Подмосковье». Игровой комплекс открыл глава округа Владимир Ружицкий совместно с представителями партии «Единая Россия». На площадке должны быть обязательно горка и качели. Чтобы можно было где-то лазить. Ну и чтобы было много лестниц. Пожелания знатоков в сфере дворовых игр удовлетворили. Во дворе на улице «60 лет победы» вырос целый городок для детских забав. Малышам по душе горки и качели, а родителям их безопасность. Под ногами у обладателей новой площадки мягкое резиновое покрытие. Так что игры обойдутся без ссадин. Мы гуляем теперь только здесь, так как мы живем вот в этом подъезде. Она теперь мама, пошли на замок. Здесь вообще безопасная площадка. Так как она и невысокая, и горки тоже низкие, дети гуляют с удовольствием. Рядом с детским городком нашлось место и для тренажеров. Находка для жадных до спорта жителей двора. Такими обновками жители округа балуют ежегодно. Только в этом году 65 дворов обзавелись современными детскими площадками. Шесть из них построены благодаря губернаторской программе «Наши Подмосковья». Когда такие детишки получают такие детские площадки, это, наверное, радость. Я, друзья, жители, вас с этим поздравляю. Детишкам желаю хорошего настроения. Я искренне желаю, чтобы они здесь отдыхали, веселились и просто радовались вместе со взрослыми жизнью. Детскую площадку дополнили шесть новых опор освещения. Еще безопаснее ее сделают камеры видеонаблюдения. Дарья Борисова, Валерий Абсалямов, телеканал ЛРТ. Несколько шагов остается до открытия детского сада в поселке Мирный. В трехэтажном здании проводят отделочные работы и собирают мебель. В ближайшее время учреждение будет готово к приезду комиссии из стройнадзора. Для начала глава округа Владимир Ужицкий проверил готовность детсада. Это второй этаж. Здесь уже сделана отделка общих зон, отделка всех комнат. Остается сделать заключительные штрихи, наполнить их всем необходимым. На втором и третьем этажах рабочие приступили к сборке мебели. Готовы к установке оборудования, спортивные и музыкальные залы. Детский сад рассчитан на 360 мест. Но просторные помещения готовы принять еще больше детей. Это самые крупные по мощности детский сад в городском округе Люберцы. Те площади, которые мы сегодня увидели, и групповых ячеек, и спальных помещений, они позволяют разместить до 27-30 детей одновременно в группе. Двор детского сада полностью готов к встрече с малышами. Площадки для прогулок оборудованы по последнему слову техники. Мы должны получить лицензию на детский садик. Но если все сложится, как мы предполагаем, я думаю, что к концу года садик должен заработать. Этот детский сад – первый социальный объект нового микрорайона Томилина 2018, но далеко не последний. На территории жилого комплекса построят еще три дошкольных учреждения и три школы. Если кто-то из родителей еще не определился с выбором секции для ребенка, сейчас самое время. По всему округу открыто множество кружков, где дети интересно и с пользой могут провести свободное время. В их числе и Люберецкий дворец детского и юношеского творчества. Накануне там прошел день открытых дверей. Новый учебный год во дворце детского и юношеского творчества начался с приятных новостей. 15 воспитанников учреждения стали лауреатами именной стипендии губернатора Московской области. Ребятам в торжественной обстановке вручили свидетельства. Эти ребята получили эти грамоты, так как являлись победителями региональных конкурсов, проходивших в прошлом учебном году. Помимо свидетельства еще денежный приз. Покупка нового штатива, вспышки и телефона – ценное вложение для дальнейших побед. Именно так потратил именную стипендию Иван Коробов. Фотографией он занимается несколько лет. Отдает предпочтение городской съемке и пейзажам. В фотографии я оставляю какой-то отпечаток, запечатляю моменты. И, в принципе, мне это более приятно, чем другие виды искусства. Для меня победа, наверное, скорее всего, это какая-то гордость за себя, за родителей, за преподавателя. Победа в областном конкурсе досталась и ученице фотостудии «Эврика». Мария Колесова с детства работает в жанре портретной фотографии. Фотография для меня – это, в первую очередь, искусство. Это какой-то сюжет, какой-то рассказ, какая-то история. Сегодня в муниципальном учреждении дополнительного образования работает 68 студий. Ребята, приходя сюда, имеют возможность заниматься музыкой, танцами, изобразительным искусством, реализовывать свои актерские способности. Обучение во Дворце детского творчества бесплатное. Мария Кузьмичева, Алексей Андреев, телеканал ЛРТ. В округе стартовал цикл военно-спортивных игр «Готов к защите Отечества». Открыли его самые юные жители округа. Воспитанники младших классов встретились на полосе препятствий состязания «Юный защитник». «А для чего вот это? А это для дополнительного оборудования кронштейн. Сюда можно прицепить снайперский прицел». Военно-патриотическая игра с элементами армейского ликбеза. «Юный защитник» – это не просто веселые старты для школьников. Так подрастающее поколение готовят к будущей службе в армии, ненавязчиво в игре. «Основная задача сегодняшней игры – это привлечь внимание младшей классы к военно-патриотическим играм. Поэтому все этапы носят немножко такой веселый характер. Не совсем армейский, хотя и есть чисто армейские этапы». Разборка, сборка автомата, стрельба из винтовки, оказание медицинской помощи. Эти серьезные задачи школьники решают на отлично. Азы военного дела многие успели усвоить в военно-патриотических клубах. Причем блистают там и представительницы прекрасного пола. «Когда мы занимаемся, например, в зале, у меня получается по боксу. Еще я люблю всякие испытания тут проходить. Ну и всякие стрельба, автоматы разбирать». Военно-патриотические игры – это возможность закрепить и приумножить навыки военного искусства. В свое время ее не упустил Владислав Ратников. Больше десяти лет назад стал участником первого окружного состязания с армейским характером. Позже этот опыт пригодился на службе. «Я служил в армии, в воздушно-незидентных войсках. И у нас там тоже проходили нормативы по сборке и разборке автоматов, по тому, как нужно обращаться с оружием, как его чистить. И мое участие в этих играх как раз-таки очень хорошо помогло мне быть одним из первых в нашей роте». Юный защитник – первое состязание из цикла военно-патриотических игр. Чуть позже воспитанники среднего школьного звена проверят свои силы на площадке игры «Кубок мужества». А старшеклассников ждет традиционная зорница. По итогам трех состязаний определится команда лидер. Она получит переходящий кубок победителя. Дарья Борисова, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. 300 лет исполнилось миграционной службе России. Основы паспортизации в России заложил еще Петр Первый. С того времени подразделения по вопросам миграции прошли непростой путь. Их функции и полномочия существенно расширились. В одном строю с полицией миграционная служба работает с 2016 года. Как и чем сегодня живут ее сотрудники, расскажет Анна Троян. Напряженная обстановка на Донбассе привела Юлию Кияеву в Россию. Уже пять лет она живет в городе Латкарина. Сначала девушка получила разрешение на временное проживание после вид на жительство. Сегодня она в одном шаге от гражданства Российской Федерации. Я счастлива. Мне здесь хорошо. Планирую растить ребенка, получить диплом о высшем образовании и трудиться. Российское гражданство в Люберецком отделе миграции в год в среднем получает тысячи иностранцев. 66 сотрудников ведомства выполняют огромный объем работы. Предоставляют госуслуги россиянам. Ведут миграционный учет граждан. Выдают разрешение на временное проживание. Вид на жительство, гражданство. Пресекают незаконный труд и нахождение иностранцами на территории России. Любой иностранный гражданин начинает с того, что он приходит к нам и встает на миграционный учет. По месту временного пребывания, если он указал цель работы, соответственно, он подает документы на патент. Для получения патента на осуществление законной трудовой деятельности. Но далеко не каждый приезжий спешит познакомиться с сотрудниками отдела по вопросам миграции. В густонаселенных Люберцах только в этом году уже пресечено 2000 таких нарушений. С сотрудниками отдела и знакомы не только иностранцы. Каждый россиянин получает свой первый документ именно здесь, чтобы работа с паспортами в Люберецком подразделении была слаженной и безукоризненной. Виталий Чепрасов не жалеет ни сил, ни времени. Заместитель начальника по вопросам миграции трудится в полиции уже 23 года. Напряженную работу в уголовном розыске он сменил на некриминальную, но не менее ответственную. Сейчас я бы не сказал, что она спокойная. Все направлено на повышение качества оказания услуг. То есть с каждым годом стандарт этого качества повышается. Сейчас это все жестко регламентировано, нельзя от них отступать. Сделать услуги, предоставляемые отделом по вопросам миграции, доступными и удобными, помогает сайт госуслуг и многофункциональные центры. Ведомства все время развивают, а здания отделов оснащают и автоматизируют. Уважаемые коллеги, прежде всего хочу вас поздравить с нашим профессиональным праздником, пожелать всем крепкого здоровья, семейного благополучия, профессионального роста в нашем нелегком труде. Анна Троян, Алексей Андреев, телеканал ЛРТ. Люберецкие полицейские задержали двух мужчин, которые подозреваются в нападении на таксистов. Ими оказались молодые уроженцы Средней Азии. Злоумышленники заказали машину в Малаховку, по прибытии пассажиры напали на водителя. Угрожая ножом, потребовали отдать деньги, телефон и пригрозили расправой, если тот обратится в полицию. Задержать подозреваемых удалось по горячим следам. У злоумышленников обнаружили и изъяли ранее похищенное имущество. Кроме того, правоохранители установили, что двумя днями ранее задержанные совершили грабеж на улице Шоссейная в Малаховке. Общий ущерб составил около 100 тысяч рублей. Следственный отдел Люберецкой полиции возбудил уголовные дела по статьям «Грабеж и разбой», которые предусматривают лишение свободы сроком до 15 лет. Суду подозреваемым избрано мера пресечения в виде заключения под стражу. Стартовал всероссийский конкурс «Народный участковый». Выбирать победителей будут в три этапа. Проголосовать за участников могут все желающие в режиме онлайн на сайте МВД России. В конкурсе участвуют сотрудники МВД, занимающие штатные должности участковых уполномоченных полиции. Отбор конкурсантов в первом туре продолжится до 20 сентября. Те, кто пройдет во второй тур, сразятся за право представить Московскую область на всероссийском этапе. Чтобы проголосовать за «Народного участкового», выберите фото кандидата, после чего вы сможете ознакомиться с его краткой биографией. Голос будет учтен после того, как вы нажмете на сердечко. У люберецких журналистов эта неделя выдалась насыщенной. В округе прошла ежегодная медианеделя. Представители СМИ приняли участие в спортивных, развлекательных и творческих мероприятиях. В первый день марафона кому-то удалось сходить конем, а кому-то поставить шах и мат. С подробностями наш корреспондент Луиза Егезарян. Вместо диктофонов и фотоаппаратов – шахматы и шашки, а коллеги по цеху – настоящие соперники. Люберецкие журналисты встретились на интеллектуальном поединке. Только на этот раз они не освещают события, а сами принимают в нём участие. Шах. За ходом игры наблюдает самый главный шахматный судья городского округа Люберцы. Такой формат встречи с журналистами у Виктора Евстигнеева не впервые. Пять лет назад он также был организатором турнира среди сотрудников СМИ. Турнир любительский. Конечно, не профессионал, но всё равно интересно. Кто-то победит, тот-вот проиграет. Вот уже чемпион по шашкам определился. Иван Григорьевич Борисов, я его знаю прекрасно. Турнир по шахматам и шашкам открыл очередную медиа-неделю. В этом году она проходит в округе в 13-й раз. В планах журналистов – посещение предприятия «Пихорский текстиль», совместное расширенное заседание и открытие нового сезона Люберецкой школы юнкоров. Пройдёт несколько мероприятий в двух посёлках – в Томилино и в Октябрьском. Пройдут дни открытых дверей Люберецкой панорамы, где жители смогут прийти со своими темами, проблемами, жалобами, предложениями. Завершится 13-я медиа-неделя в пятницу. В этот день журналистское сообщество Люберец встретится с заслуженным художником России, скульптором Александром Рожниковым. Вторым этапом медиа-недели в округе стало расширенное заседание местного отделения Союза журналистов Подмосковья. Ряды Союза пополнились новыми его представителями. Лучших в этой профессии отметили наградами. Они из различных изданий, но работа у всех одна – держать жителей Люберец в курсе всех важных событий. За нелёгкую, но интересную работу сотрудники СМИ получили благодарственные письма главы городского округа Владимира Ружицкого. Лучших представителей профессии наградили также члены общественной палаты и местные депутаты. Общественное признание – это всегда приятно для человека и вдвойне приятно, когда это признание от профессионального сообщества, в котором мы работаем. Это означает, что мы делаем всё правильно и будем дальше действовать в том же направлении. В Союзе журналистов Подмосковья очередное пополнение. На этот раз в ряды сообщества вступила заведующая отделом развития Люберецкого краеведческого музея Ольга Засыпкина. Вступление в Союз – это всегда развитие, всегда новые знакомства, новые встречи. А для музея, для галереи – это действительно большое развитие. Это очень сильно помогает нам. Встреча люберецких журналистов за круглым столом – часть программы очередной медианедели. Она стартовала в округе 9 сентября. На этот раз в планах сотрудников СМИ визит на предприятие «Пихорский текстиль», встречи с жителями посёлков, а также открытие нового сезона школы юнкоров и беседа со скульптором Александром Рожниковым. Следующим пунктом маршрута люберецких журналистов на карте «Медианедели» стала поездка на фабрику «Пихорский текстиль». Журналисты приехали сюда как гости на экскурсию, но не работать они не смогли. Вот и наш корреспондент Дарья Борисова, погостив и поработав, рассказала о третьем дне «Медианедели». Словно слова в тексте, журналисты округа переплетают между собой яркие нити. Фотограф газеты «Люберецкая панорама» Константин Кирюхин обычно снимает такие события, а теперь сам попал в объектив. Решил проверить, что в руке лежит лучше – фотокамера или пряжа. «Наверное, я стремлюсь к какому-то совершенству. Всё решил попробовать. Не, ну с фабриком, конечно, как-то оно привычней, чем с нитками. Но вот сделаю рыбку, подарю кому-нибудь». Из творческой мастерской за дверь с табличкой «Посторонним вход воспрещён». Там, где не ступала нога рядового люберчанина, журналисты всегда свои. Такая работа. Вот и в цехах пихорского текстиля корреспонденты и редакторы уже бывали. Звал служебный долг. Теперь же впервые посетили фабрику, как простые экскурсанты. «Фабрика пихорский текстиль – это какое-то волшебное место, потому что я здесь была уже много-много раз, и каждый раз что-то новое узнаешь. И сегодняшняя экскурсия была проведена другим человеком, мастером. Он какие-то новые грани приоткрыл для меня. Поэтому мне было очень интересно». Экскурсия – экскурсии, а информация для журналиста на вес золота. Поэтому акулы-пера держат пальцы на кнопках диктофонов. Прямо сейчас они переплетают слова в статьи и ловко перебирают кнопки клавиатур, чтобы рассказать о том, что находится по ту сторону двери с табличкой «Посторонним вход воспрещён». Дарья Борисова, Валерий Абсалямов, телеканал ЛРТ. 12-й сезон школы юнкоров стартовал в Люберцах. Более 20 учеников образовательных учреждений в полной боевой готовности. Ребята уже на первой встрече доказали, что на многое способны. На пресс-конференции им предстояло задавать вопросы главе Люберецкого округа Владимиру Ружицкому. Главой Люберецкого района я не планировал, это получилось случайно. Вопросы не в бровь, а в глаз. Юные акулы-пера смело задавали даже неудобные вопросы. Не стеснялся и Владимир Ружицкий, отвечал ребятам открыто и честно. Как стал главой округа, почему пошёл учиться в горный институт, каким спортом занимался, какие предметы были любимыми в школе, какую читает литературу. А что бы вы могли пожелать современной молодёжи? Спасибо. Как сказал классик, учиться, учиться и учиться. При этом ещё надо добавить и заниматься спортом. Именно такую стратегию выбрала выпускница кадетской школы Софья Козлова. Сменить курсантские погоны на ручку с блокнотом она решила ещё в седьмом классе. Пишет статьи для ученической газеты и мечтает работать фотокорреспондентом. Мне больше всего нравится журналистика, именно репортажная, потому что мы выезжаем на какие-то мероприятия, и у нас есть возможность рассказать остальным, кто там не был, что там происходило. Меня привлекает возможность общения, общения с разными людьми, расширение кругозора. Это же всегда что-то новое, всегда что-то интересное. А новым и интересным у ребят будет путь длиной в учебный год. В школе юнкоров дают азы профессии, освоить журналистское дело на практике, им позволят интересные задания, новые спикеры и проекты. Слагать предложения в сильные тексты слушателей научит руководитель с полувековым стажем Иван Борисов. Профессия журналистики – одна из самых интересных профессий в мире. Как вот говорят, философия – это над всеми науками, а профессия журналиста – это как бы над всем обществом. В школе юнкоров они будут знать жанры журналистики, как брать интервью, какие вопросы задавать, какие вопросы нельзя задавать. Со своим первым серьезным заданием начинающие журналисты справились успешно. Все они горят будущей работой на телевидении, радио, в журналах и газетах. Полученные навыки ребятам пригодятся не только в полях. По окончанию школы они получат сертификат, а у лучших юнкоров появится возможность обзавестись хорошей характеристикой для поступления в ВУЗ. Их чуткие носы ищут дорогу к вашему дому. В Центральном парке прошла выставка пристройства бездомных животных. Собаки из приютов съехались в Люберцы, чтобы протянуть лапы своим новым хозяевам. Не у каждого дома должна быть собака, но у каждой собаки должен быть дом. Об этом точно знает хвостик по кличке Чези. Бывший хозяин высадил ее на остановке ждать рейса в самостоятельную жизнь. В Чези дождалась волонтера Анну Симоненко, которая пытается сделать чуть счастливее эту собачью судьбу. Это очень социальная, очень жизнерадостная собака. Она просто обожает внимание, ласку. В ней по внешности можно заметить, что ей что-то от хаски. Видимо, это бровки, окрас. И по характеру тоже она взяла что-то оттуда, потому что она очень любит бегать, носиться. В ней энергия, океан. Вместе с Чези попытать удачу на пристройство в Люберце приехали 47 собак. Одни с частных передержек, другим повезло меньше. Они снимают клетки в приютах для бездомных животных. Жизнь там не сахарная косточка, но это хоть какой-то шанс на сытое будущее. Многие собаки живут там годами. Многие собаки, вот у нас здесь, которые представлены, 8-летние, собака попала с щенком в приют и 8 лет она прожила в приюте. А это клетка 2 на 2. Многие собаки, попадая в приют, не выживают там. Просто психологически им очень сложно адаптироваться к тем условиям. И они погибают в приюте. Скрасить приютские будни помогают волонтёры. Четвероногие беспризорники всегда ждут их со щенячьим нетерпением. Правда, не на все лапы хватает рук. Количество постояльцев приютов исчисляется тысячами. На всех горстко неравнодушных к проблеме зообеспризорности людей. Одна из них Анастасия Ильина. Волонтёр считает, приюты для бездомных животных – это памятники человеческой бессовестности. У нас люди относятся к животным до сих пор как к игрушкам. Надоело, можно выкинуть. Никакой ответственности. Огромное количество животных остаётся на улицах после дачного сезона. Домашняя собака, оказавшаяся на улице, обречена на смерть. Они не умеют выживать, они доверяют людям, подходят к людям. Это вызывает конфликт. На этот раз на выставке удача собакам не улыбнулась. Но они не вешают хвосты и продолжают ждать хозяев. Найти себе друга дворянской породы не составит труда. Достаточно найти адрес ближайшего приюта. Если не готовы прописать у себя четвероногого постояльца, просто приходите в гости. Угостите хвостиков лакомством, пригласите на прогулку. Они обязательно натявкают вам большое спасибо. Дарья Борисова, Пётр Пономаренко, телеканал ЛРТ. На этом выпуск завершен. Еще больше информации и еще подробнее на нашем сайте и в сообществах соцсетей нашего телеканала. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин